Днем ранее журналисты вместе с представителями Министерства экологии и природных ресурсов ознакомились с экологическим террором, учиненным на освобожденных землях Джабраильского и Губадлинского районов. Там за время оккупации были сожжены и вырублены ценные виды деревьев. Об экоциде учиненном Армении на оккупированных землях Азербайджана в следующем репортаже. Его неоднократно пилили и поджигали. Сердцевину восточного плотана хоть и удалось уничтожить, однако дерево все же проявило стойкость и свою мощь. Оно вновь возродилось после многочисленных повреждений. Явление это кроме как чудо природы не назовешь. Следы огня тут и по сей день. Могучее дерево когда-то было диаметром 270 сантиметров, а его возраст достигал 800 лет. На освобожденных землях Азербайджана были уничтожены даже деревья возрастом 1600 лет. Эти деревья в 1982 году получили защитный статус и были включены в список природных памятников. Всего было 152 таких природных памятника, 135 из них – восточный плотан. Остальные – фисташковые, грушевые деревья. Пустынные территории бросаются в глаза сразу при въезде в Джабраильский район. На этой площади в селе Беокмерджанлы некогда занимались шелководством. Здесь росли тутовые деревья. Из-за сильных поджогов ничего не уцелело. Экоцит во время оккупации совершали во всех азербайджанских районах. В целом площадь лесных массивов составляла 260 тысяч гектаров земли. 228 тысяч гектаров из них были непосредственно покрыты лесами. На основе фотоснимков из космоса было установлено, что 54 тысячи гектаров леса было полностью уничтожено. Ныне здесь остались лишь пни. Чтобы восстановить нанесенный урон, планируются работы по реинтродукции животных на освобожденных территориях. Посадка большого количества деревьев. Часть восстановительных работ уже притворяется в жизнь. Так, на пересечении рек Бергюшатых и Карии в Губадлинском районе представители Министерства экологии и природных ресурсов выпустили тысячу мальков золотистой форели. Среда эта является благоприятной для увеличения популяции форели. Мероприятие это примечательно тем, что осуществляется на освобожденных землях. В целом, за 2021 год мы планируем выпустить в водоемы 6 миллионов 300 тысяч мальков рыбы. Кроме того, у нас большой опыт в реинтродукции животных. Интегрировать данный опыт и знания мы хотим и на освобожденных территориях. Ожидается, что за текущий год во внутренние бассейны будут выпущены от половины до 2 миллионов различных видов рыб. В их числе сазан, кутом, белый амур, осетровые. Во время поездки в Губадлы и Джабраил также состоялась посадка деревьев. Всего было посажено 750 деревьев тутовых и восточного платана. Ния Рахманова, Руфат Олегперов, СБС.